Турецкий язык. Причастие. Сыфат фидлерш. Ан-эн. Сегодня мы рассмотрим причастие на ан-эн. Если вы не смотрели вступительный урок про причастие, или по-турецки сыфат фидлерш, что дословно переводится как глагольное определение, то советую вам его посмотреть, ссылка будет под видео. Давайте вспомним, что такое причастие. Причастие, или глагольное определение, производится путем присоединения аффиксов причастия к глагольным основам. Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Это слово, которое дает определение существительному и в себе содержит какие-то действия. Так как причастие на ан-эн не имеет аналога глагольной формы времени, если в предыдущем уроке про причастие мы рассматривали аффикс аджак и эджек, то у нас можно было такие причастия спутать с глаголом в будущем времени, потому что там точно такой же аффикс аджак и эджек. То в причастии на ан-эн у нас нет формы времени, нет такого аффикса, и поэтому мы путать с глаголом его в любом случае никак не сможем. И поэтому мы его не будем путать с глаголом. Оно у нас всегда будет как причастие. Причастие на ан-эн называет признак предмета по его действию и соответствует русским действительным причастием настоящего и прошедшего времени. Или предаточному определительному союзным словом который. Аффикс этого причастия у нас имеет две формы ан-эн. Если у нас в последнем слоге корня глагола идут твердые гласные, а, и, о или у, используем аффикс ан-эн. И если у нас идут мягкие гласные, э, и, и, и или у, используем аффикс эн-эн. Например, алмак брать, здесь у нас а, значит используем аффикс ан-эн, алан, берущий или тот, который берет. Окумак читать, у нас здесь гласная у, тоже твердая, но так как у нас аффикс ан-эн и эн-эн начинаются с гласной буквы, то если у нас корень или основа глагола заканчивается на гласную букву, то между двумя гласными мы ставим соединительную частицу е и получаем окуян, читающий или тот, который читает. И возьмем пример для глаголов с мягкой гласной. Дюшмек падать, здесь у нас у мягкая, поэтому дюшен падающий или тот, который падает. Здесь тоже корень глагола заканчивается на гласную, и поэтому мы добавили соединительную частицу е. Главное, на что вы должны обратить внимание, что причастие ан-эн дает признак для существительного, и действие, которое оно описывает, выполняет это существительное. Дальше в примерах, уже в предложениях, мы это еще раз рассмотрим. Также причастия на ан-эн могут использоваться в отрицательной форме. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов ма и ме, которые присоединяются к основе глагола, точно так же, как и в глаголах. Например, зыпломак прыгать, здесь у нас твердые гласные, поэтому используем аффиксы с твердыми гласными, получаем зыпломаян, непрыгающий. Между отрицательным аффиксом и аффиксом причастия мы ставим соединительную частицу е, потому что, опять же, две гласные, и в отрицательной форме у нас всегда будут две гласные, и всегда будет соединительная буква е. Следующий пример. Сатмак продавать, тоже твердые гласные, поэтому сатмаян, непродающий, или тот, который не продает. И примеры с мягкими гласными. Гечмек у нас мягкое э, гечмек проходить, гечмеен непроходящий, тот, который не проходит. Эльмек умирать, эльмейен неумирающий, тот, который не умирает. Когда мы переводим на русский язык, можно переводить двумя способами, или при помощи союзного слова которых, или как причастие. Теперь возьмем примеры с существительными. Например, У нас есть существительное. Обратите внимание, что у нас существительное, ученица, и глагольное определение, или причастие, учащаяся, действие выполняет непосредственно это существительное, то есть это ученица, она учится. Или еще пример. Мюзик дин леен кыз. Девушка, слушающая музыку. Наслбир кыз. Какая девушка? Мюзик дин леен кыз. Та, которая слушает музыку. Здесь тоже действие, которое у нас в определении совершает существительное. Девушка кыз. Еще пример. Спор япан чодюклар. Дети, занимающиеся спортом. Чодюклар у нас существительное, и к нему идет определение. Какие дети? Спор япан чодюклар. Те, которые занимаются спортом. Еще пример. Истамбула гиден трен. Поезд, идущий в Стамбул. Тот, который отправляется, едет в Стамбул. Наслбир трен. Истамбула гиден трен. Какой поезд? Тот, который направляется или идет в Стамбул. И здесь тоже действие выполняет наше существительное. То есть поезд. Он идет. Возьмем еще примеры в отрицательной форме. Хич гюльмейн инсан. Человек, который вообще не смеется. Здесь сейчас будем делать перевод при помощи слова «который». Наслбир инсан. Какой человек? Хич гюльмейн инсан. Тот человек, который вообще не смеется. Или другой пример. Хызлы кошмайан. Ат. Лошадь, которая быстро не скачет или не бегает. Существительное. Ат. Насл ад. Какая лошадь? Хызлы кошмайан. Которая быстро не бегает или быстро не скачет. Следующий пример. И чалыш майан язы джи. Язы джи у нас принтер. И какой принтер? Насл язы джи или ханги язы джи. Какой? И чалыш майан язы джи. Тот, который не работает хорошо. Не работающий хорошо. Можно и так, и так. Еще пример. У причастий на ан-эн есть еще одна особенность. Мы сейчас рассмотрим предложения, в которых существительные будут стоять с различными аффиксами. Например, гелен мисофир лере чай и крам эт тик. Мы угостили чаем гостей, которые пришли. Здесь, смотрите, есть разница в русской и турецкой логике. Чай и крам эт мек – это предлагать или угощать. Но это угощение делают в направлении кого-то. В данном случае у нас в направлении гостей. То есть им дают. Поэтому у нас здесь используется направительный падеж. Хотя в русском языке будет использоваться ввинительный падеж. Но здесь у нас мы используем направительный падеж. И поэтому у нас к слову мисофир лере, гости, добавляется аффикс э, аффикс направительного падежа. Также у нас еще здесь есть аффикс множественного числа для слова гостей, гости, а не гость, лере. И какие у нас гости? Те, которые пришли. Вот здесь пришедшие гости. Если у нас в предложении, в контексте мы говорим о прошлом времени, при использовании причастия с аффиксом an, n, мы на русский язык можем переводить то же, как в прошедшем времени. Гости не те, которые приходят, а гости, которые конкретно пришли. Так как у нас это предложение используется в прошедшем времени. И особенностью этих причастий на an, n является то, что мы можем исключить существительное, в данном случае, например, слово гость, мисофир. Тогда аффиксы этого существительного переходят к причастию, и причастие само становится существительным. Так как для того, чтобы у нас было причастие, это должно быть определение и обязательно должно быть существительное. Если существительное у нас исключается, то причастие принимает форму существительного, и все аффиксы существительного к нему добавляются. И, например, получается гелен лере чай и крам эт тик. И мы переведем это как «мы угостили чаем пришедших». Мы так можем использовать, когда мы подразумеваем кого-то, каких-то людей, то есть то, что у нас в существительном. Когда мы говорим собеседнику, и он об этом знает, мы можем опускать это слово. Пришли гости, мы угостили их чаем, и человеку, которому я говорю, он тоже знает, что гости к нам пришли. И поэтому я говорю «гелен лере чай и крам э тик». Мы угостили чаем пришедших, ну подразумеваю, что гостей. Или еще один пример. Буну япан инсандан сор маклазом. Надо спросить у человека, который это сделал. Япан причастие инсан существительное у нас. Япан инсан – человек, который сделал. И что сделал Буну япан, который сделал это. Здесь у нас идет существительное в исходном падеже, поэтому у нас есть аффикс дан, что у него нужно спросить. Если мы хотим опустить это существительное, то аффикс исходного падежа переходит к причастию, и причастие становится существительным. И получаем Буну япан дан сор маклазом. Что переведем как «надо спросить у сделавшего это». Мы подразумеваем, что это какой-то человек, но мы его не называем, говорим просто Буну япан дан сор маклазом. Надо спросить у сделавшего это. Еще один пример. Чалышан персонел ларимизин, мааштары и дюзейде. У нашего работающего персонала зарплата на хорошем уровне. Чалышан персонель – это работающий персонал, персонал, который работает. Здесь используется во множественном числе, но в русском мы называем все это одним словом персонал. Если мы хотим опустить слово персонал, мы можем сказать «чалышан ларимизин, мааштары и дюзейде». То есть смотрите, аффиксы множественного числа, аффикс принадлежности «ымыз», что будет, что наши сотрудники, наши работающие. И аффикс «ын», в данном случае здесь изофетная конструкция, да, персонель ларимизин, мааштары – зарплата сотрудников, наших сотрудников. Это как у нас изофетная конструкция. И эти аффиксы тоже переходят к причастию «чалышан». Она у нас становится существительным. Также здесь соблюдаем гармонию гласных. Если у нас слово персонель кончалось на мягкую гласную, и мы использовали все аффиксы с мягкими гласными, то слово «чалышан» у нас здесь твердая «а», твердая гласная, и поэтому наши аффиксы переходят, но по гармонии гласной они становятся с твердыми гласными. И получаем «чалышан лармызын», «маашлары» и «дюзейде» – у наших работающих, тех, которые на нас работают, зарплаты на хорошем уровне. И последний пример. Мы наблюдали за ребенком «чоджу изледик». Здесь у нас определительный падеж «играющим на улице с кошкой». Ребенок, который играет, играющий на улице. Если мы хотим опустить слово «ребенок» и сказать, что мы просто наблюдали за «играющим на улице с кошкой», кто играл, это не важно, но мы подразумеваем ребенка, того, кого мы видели. И тогда к слову «ойнаян» добавляем аффикс «белертмехали» определительного падежа и получаем «сококта кедили ойнаяны изледик». Здесь то же самое. У нас аффикс определительного падежа «ы» и «у» «ю». Так как там слово было «чоджук», «ребенок», то у нас использовался аффикс «у». Здесь же у нас причастие заканчивается на гласную «а», и поэтому добавляем аффикс «ы» и получаем «сококта кедили ойнаяны изледик». Мы наблюдали за «играющим на улице с кошкой». Также причастие на «ан» и «эн» широко используется в терминологии, в интернете, в деловых переписках, в официальных документах. Несколько просто примеров посмотрим. Например, «гелен кутусу». По-турецки это значит «входящие» или «входящая почта». Почтовый ящик у нас «поста кутусу», почтовый ящик. И почтовый ящик входящих писем, получается «гелен мейлерин поста кутусу». Почтовый ящик входящих писем. То здесь у нас все сокращается. Опускается слово «поста почта», Опускается слово «мейлы», и мы получаем только «геленку тусу» – «ящик входящих», дословно. Ну, а для нас получается «входящие». Или, например, «банковской платежке». Здесь у нас есть слово «гендерен», что будет переводиться как «отправитель». Здесь существительное как бы «опускается». Может быть, «гендерен мюштери», «клиент» или, ну, неважно, кто-то, да. Дальше есть, например, «гендерен шубе» – «филиал отправителя». «гендерен хесап» – «счет отправителя». То есть здесь мы используем как термин, как «отправитель», как существительное. Вот еще такая небольшая инструкция. «Верги дай реситера фундан электроник имзайле имзаланан эврак». У нас здесь есть документ «эврак» и какой документ? «Имзайле имзаланан», подписанный подписью. «Имзалан» – это у нас причастие, которое обозначает «подписанный». «Имзаланан эврак» – подписанный документ. Вот еще есть пример накладной. Вот здесь внизу есть «теслим эден» и «теслим алан». Это тоже причастие, которое состоит из составных глаголов. Здесь глагол у нас «теслим эдмек» и «теслим алмак». «Теслим эден» – это будет «поставщик». И «теслим алан» – это будет «покупатель», тот, кто принимает товар. А «теслим эден» – это тот, кто выдает товар. Поставщик и получатель. «Теслим эден», «теслим алан». И вот еще, например, посмотрим, это «экспертиза». Экспертиза на что-то. У нас здесь используются слова. Например, есть «экспертизи верен ер». Место выдачи экспертизы. Какое место «ьер» – «экспертизи верен», которая выдала экспертизу. На этом урок окончен. Надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или, если не нравятся, дизлайки. Ждите следующих уроков. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует.